Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня мы продолжаем с вами ремонт на кухне. Это уже третья часть. Итак, поехали! Сделали сегодня. Я вам сейчас покажу еще раз, как я мажу панели, продублирую в этой части. Вот эту стену. То есть нам пришла еще пачка панелей. Мы поклеили вот эту стену и прикрепили уголочек. Вот сюда все красиво, эстетично. Вот так. До сюда пока. Потом начинаю клеить. Сейчас потом покажу откуда. Вот с этой штукой посмотрю, может быть, из обрезков ее обклею, вот этот ящик. Есть у нее белая красочка, может быть, покрашу. В общем, все по ходу. Сейчас буду смотреть, сколько останется панелей и так далее. А здесь доклеили тоже не до конца. Вот так. Потому что собираемся менять двери, и чтобы потом панели не затрагивать, пока вот так. А потом можно будет доклеить. Приступаем к поклейке вот этой стены, где у нас холодильник и стол. Да, здесь уже попроще все, как бы ничего обходить не надо стороной, грубо говоря. Буду начинать, у нас же выступ, видите, да, выступ здесь. Поэтому будем сюда тоже покупать широкий белый уголок. И буду начинать клеить сейчас вот этот вот верх. Вверх оттуда, да, прямо от самой стены. И погнала сюда к выходу. Посмотрю тоже, что останется. И вот тут вверху потом тоже, как бы, остатками проклею, да. Будем смотреть. Сейчас главное вот эту стену поклеить. Как наношу клей, я вам показывала уже, еще раз продублирую. Это в пистолетии. Здесь момент жидкие гвозди или момент фикс. Они оба замечательно клеят, когда никаких нареканий к ним нет. Я обрезала нужную мне деталь, да, и вот так нанесла. По периметру, видите, где срез у меня, где я обрезала, да, чтобы было ровно. То есть, если мы наносим с вами на выступающей части, здесь выступающей части нет. Я делаю вот такую вот точечку, да, она очень плотненько ляжет к стене, и все будет отлично. Вот тут внизу, кстати, вот здесь не сделала точечки. Вот тут сделала точечку, видите, тоже внизу, где обрезано, здесь у нас вот этой нижней части будет уголок примыкать. Вот так вот посерединке, прям такой оп, чтобы она до стены доставала. И вот тут тоже вот так оп, все, здесь у нас уголочек все есть, хорошо промазан. Вот, прикладываем, все, не надо ничего ждать. Приложила, разровняла немножечко по краям, как бы все отлично, все хорошо прилипает. Вот так у меня промазано. То есть я не прям целиком везде мажу на выступающие части, да, а частично. Частично, но тем не менее много где, да, чтобы наверняка. Сейчас еще покажу вам. Вот я ее панель приложила, прям туда засунула за карниз. И так как я там не достаю и лезть мне туда неохота, я вот так палочку взяла, пригладила, видите, все прилипло. Он моментально фиксируется, с ним в этом плане вообще никаких проблем не пошло. Вот так раз, палочкой пригладила, чпок, чпок, все. Ой, вы не видели, наверное, да, вот эти вот точки, которые я мазала, все, все, панель на месте, никаких тут инсинуаций, ничего больше не нужно. Так, сейчас палку поставлю, смотрите, по поводу неровности стен. Кто-то в комментариях писал, что только на идеально ровные стены, девочки, вы о чем? Эти панели наоборот скрывают все неровности. Ерунду не пишите. Вот тоже, если не знаете, лучше не пишите, да, потому что идеально скрывает все неровности, никакие ровные стены под эти панели не нужны. Если у вас там где-то совсем какой-то косяк, прям совсем неровное, то рядышком просто побольше клей, все, и будет у вас все ровно, все замечательно. Вот у них тут что-то висело до нас, да, это все сейчас закроется, все будет ровно, хотя здесь есть даже как бы такой выступ. Поэтому для неровных стен наоборот самое то. Видите, мы фигачим как на обои и на все. Ну вот все, поехала дальше. То на данный момент, я не стала сразу клеить весь верх, и хорошо, что не стала. Сейчас объясню, почему. Половина работы сделана, грубо говоря, потому что, это я там прижала, потому что внешний провод от розетки здесь, почему-то все розетки внешние. Потому что как раз низ у меня две полосочки, и тут как раз две полосочки наверху лишние. То есть, мне одна панель наверх и на низ. Если бы я начала сразу резать, возможно, там бы мне внизу не хватило, и там было бы уже, чем надо. Поэтому решила вот так вот потихоньку идти в эту сторону. Имейте в виду, когда будете обрезать, когда будете резать, подгадывайте, чтобы у вас было минимум обрезков, как бы, естественно, вы этим самым сэкономите деньги, да. Я бы могла просто вот несколько панелей в никуда, да. Поэтому пока вот так. Сейчас задвинем, уже холодильник можно задвигать, потом купим сюда широкий уголок. Я еще думала, знаете, под него пустить светодиодную ленту. Мне кажется, будет очень круто. В общем, задумок много, пока вот так погнали дальше. Ну что, на сегодняшний момент мы поклеили вчера все вот эту стену, приклеили уголок, причем один уголок, и внизу еще такая штучка, для чего я ее приклеила? Для того, чтобы уголок смотрелся красивее. Я не знаю, как она называется, девчонки, это как-то под плитку там, внутренняя какая-то штукенция. Если я захочу сюда потом какие-нибудь светодиодные какой-нибудь ленту, в общем, она мне тоже пригодится. Приклеили на строительный скотч вчера, да? Сегодня отдерем уголочек вот этот вот, вот таким вот образом, да? Всю стену мы эту проклеили. Там у меня розетки все вырезало, как бы не видно, все проклеено. И вот так в целом это все смотрится. За дверью тоже, ну-ка, крис детка, дай покажу девочкам, оставили небольшое место, когда будем монтировать дверь. Я не знаю, что делать с вот этим вот ящиком, либо покрашу его, либо обклею оставшимися, осталось, кстати, пол панели. Пол панели и обрезки, то есть вот на всю кухню ушло 20 плюс 20, 40 штук панелей вот таких вот. Еще не хватило, потому что надо будет вот этот потолок, да, обделать. На ящике там не хватит. И еще вокруг окна не обделано. То есть вот там, где кардина вверху, да? И внизу, где батарея. Там тоже не обделано. Поэтому еще нужно. Но если я вдруг решу такими же панелями сделать коридор, то в принципе... Не, ну в любом случае надо заказывать, надо заказывать, надо доделать, чтобы было красиво, да? Вот, что хотела вам еще сказать. Вчера девочки в комментариях писали, что за клей, потому что у нас пустоты, и в этом месте проваливается. Девчонки, пустоты будут везде, потому что это рельефные панели, да? То есть вот здесь будет пустота, вы же не будете каждый квадратика заполнять клеем, правильно? Правильно. Вот, поэтому, естественно, здесь пустоты. Чтобы заполнить каждый квадратик клеем, я не знаю, там на клеву идет тысяч пятьдесят, значит, если не меньше, да? Поэтому они есть, но зависит от качества панелей. Вот эти, я не думаю, что они будут трескаться, потому что, ну, я уже сто раз на них облокачивалась, как бы им пофигу, грубо говоря, да? Так что сейчас вам сделаю панорамный обзор. И потом буду в курсе дело держать, что буду делать дальше. Даже тут работы еще, конечно, много. Не доделала вот это вот. Вот тут мне надо сделать. Еще я хотела белой красочкой пройтись по клею, чтобы это было более долговечно в углах, да? Прямо чуть-чуть совсем взять кисточку и пройтись, потому что это все-таки клей, да? Надо пройтись вверху, вон, и здесь натяжной потолок. Сейчас надо решать вопрос, просто, знаете, такая проблема. Мне не хотелось вот это все стирать, но, судя по всему, придется, потому что знакомые сказали, что повесить натяжной потолок нужно минимум четыре сантиметра. И тогда он будет вплотную к вот этой вот трубе трубу опускать. Трубу опускать – это ломать стену. Опускать ее, скорее всего, тоже нельзя, потому что она уже сделана здесь по фэншую, как требует газовая служба Горгаз, да? Вот. Поэтому, скорее всего, наверное, вот эти плиты придется снимать. Ну, не знаю, я позову человека, он посмотрит и скажет тогда. Что еще? А, еще розетку сегодня, наверное, покрашу в белый цвет, и вот этот вот кусочек удлинителя. Так, по плинтусам я что-то смотрела, 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 смотрела. Они под пол подходят вроде красиво, но хочется белые. Они легко одираются. Тут вообще плинтуса. Так, одно название. О, что, завалился? Иди ко мне. Иди ко мне, скоричь. Вот. Может быть, купим белые плинтуса. Что их тут нужно-то? Вот тут, грубо говоря. И вот тут. Я не знаю. А, ну и под батареей там. Все. Их тут нужно-то. Белый плинтус обычный, такой высокий. Поставить, наверное, будет красиво. Напишите ваше мнение. Оставлять такой или купить беленький плинтус, высокий, красивый, чтобы было лучше. Вообще, сейчас и Вени Мода, и советуют всякие, как правильно назвать, девчонки? Господи, дизайнеры, что плинтус должен быть в цвет стены. Это раньше так делали, в цвет пола. Сейчас он должен быть в цвет стен. То есть стены светлые, значит, плинтус сделаем белой, да? Поэтому пока вот такие вот делишки на сегодняшний момент. Такая у нас уже красота. Нам очень нравится. И, а, еще был вопрос по поводу микроволновки. Не хотите ли ее повесить? Мы ее вешали, уже вешали вот сюда, но не смотрится она тут громоздко. Я не хочу загромождать тоже стены. Она, в принципе, стоит, там не мешается. Здесь у нас будет телевизор, скорее всего, над столом, и все. Больше тут ничего не будет. Поставить ее на холодильник нельзя ставить. Да, на холодильник, на микроволновке. А так бы она вообще очень хорошо туда подписалась. Я освободила место. Но она здесь не мешается. Стоит себе и стоит все. У меня все убрано, загромождать нечем. Нормально. Корм, когда всегда стоять на столе, это нормально. Потому что Крис любит его замачивать, водя ему. Поэтому микроволновка пусть пока тут. По поводу вытяжки тоже. Вытяжку, ну, возможно, повесим, возможно, и не допустим. Я у кого знаю, она висит. И никто ее никогда не включает. Никогда. Вот при мне никто никогда не включал, когда готовил. Она висит для того, чтобы там была подсветка, или висит для того, чтобы для вида заполнить это место. Да я что-нибудь здесь придумаю поинтереснее, покрасивее. При этом особенно просто ничего не повесишь. Но можно, конечно, что-то декоративное такое придумать. Вот поэтому вот так. Мы на сегодняшний день по кухне. Отодрали скотч. Вот так у нас выглядит там уголок. И я хочу пустить здесь этот диод уже на зоне в корзину кинула. Посмотрим, как это будет смотреться. Я просто пока плохо понимаю, чтобы он не от розетки, а от батареек работал хочется. Потому что лишние провода ни к чему. Прихожую. Кто как называет. Так, что сделала здесь? Смотрите, я купила такой вот уголок. Он называется, по-моему, для кладки плитки. Но там у него есть... Вот здесь второй был угол. Еще выпирала часть. Плохо не осталось у меня обрезков. Надо было оставить, показать, как он выглядит. Короче, я все обрезала, оставив только вот эту вот внешнюю часть. И приклеила по периметру. И вот так это смотрится. Вот. Как бы все отлично. А что по плите? Девочки говорили, что со временем панели деформируются от духовки и так далее. Плиту отодвинули, проблема решилась. У меня, в принципе, достаточно большое расстояние. Смотрите, какое. Вот такое. Вот стены. Да? Крышку я выкинула, я вам уже говорила, специально. Я посмотрела... Спасибо девочкам за советы. Я подумаю, над этим есть защитный экран. Причем есть очень стильных расцветок. То есть, когда готовите, вы ставите, приготовили, убрали. Он выглядит красиво. Есть из фольги, просто есть, причем недорогие, 200-300 рублей. Такой вот экранчик буквы П. И он есть прям такой, я себе в картину тоже пока кинула. Беленький, светленький, с каким-то рисунком, с какими-то цветочками. Ну, в общем, смотрится здорово. Есть еще стекло закаленное продается. Оно подороже где-то, в районе тысячи. Но я сильно пока этим вопросом не занималась. То есть, оно вот такое вот прямоугольное. И вы его крепите вот сюда на стену. Да? То есть, оно прозрачное, просто стекло закаленное. Крепите сюда его на стену, как бы, и все. И с этим проблем не знаете. Но пока сколько дней я уже готовлю, да? У меня ничего до туда не долетает. Я в основном готовлю на двух вот этих конфорках, которые ближе сюда. Да? Духовку пока не включала еще ни разу, не могу ничего сказать. В планах что еще? Купить герметик тоже девочкам спасибо за совет. Вот здесь у меня расстояние, которое я хочу замазать герметиком. Белым, да? Вот здесь я замазывала клеем. Да? Он не пожелтел, с ним ничего не случилось. Он беленький, но лучше пройтись еще сверху, я думаю, беленьким герметиком. А так все достойно. Вот клеем белым замазала и тоже нормально. Естественно, в планах как бы раковину поменять. Но пока это все не критично. Пока все нормально, все устраивает. Спасибо многим девчонкам, кстати, за поддержку. Девочки прям сильно меня поддержали. На Дзене писали, что... Ох, помада размазалась. Что как бы купить можно все, а вот сделать своими руками и так далее. Как бы молодец, когда вы все успеваете. Креативный, здорово. Очень много людей захотели сделать именно так же. Поэтому я своей работой довольна. То есть мне все нравится. Вообще все здорово. Есть что еще доделать. Ну вот хотя бы основа уже есть, да? Еще мне надо вокруг окна же обделать. Еще я подумаю, посмотрю, пока топить на сезон не начался, краску для радиатора покрасить, батарею, да? Которая у нас под окном. Сейчас покажу. Вот здесь. Потому что она какого-то такого кремового цвета. И надо ее покрасить. Я посмотрю, какой цвет сюда подойдет. Но скорее всего белый, серый. Я думаю, ни к чему. Хотя, как думаете, девчонки, дайте совет. Какой цвет батарею покрасить. То есть с учетом интерьера. Акцент на ней делать не хочется. То есть сделать ее, допустим, какую-то мятную. Потому что у меня еще в интерьере такой мятный цвет присутствует. Да? Посудка фаберликовская. Полотенчики я такие стараюсь. И тряпочки мятные, зелененькие. Но мне нравится это сочетание. Красиво. Вот. Можно, конечно, и сакцентировать. Можно и в черный ее покрасить. Но такой цвет здесь ни к чему. Все светленько, все здорово, да? Из-за батареи еще надо вот там панельками пройтись. И вон там вверху. А так в целом уже все здорово. Все классно. Я прям радуюсь. Что не показала? Я покрасила розетку. Покрасила розетку. И покрасила вот этот вот той же самой краской водоэмульсионкой. Теперь она светленькая, беленькая. Все как бы красиво и здорово. Вчера поговорила с Катюшкой со своей. Говорю, белый плинтус хочу. Она говорит, не надо. Этот подходит больше. Я на него смотрю как-то. Вот. Он, наверное, подходит больше. Представляю, здесь белый и что-то не то. В общем, пока, наверное, плинтус менять не будем. Ну что, мои хорошие. В продолжении кухни. Вы просили, во-первых, полностью обзор. Как она на данный момент выглядит. Я вам обязательно покажу. И мы установили межкомнатные двери. Мы установили межкомнатные двери. Купили их в Леруа. Приехали с дачи из Алексина. И начали продолжать. На следующий день поехали за дверьми. Купили дверь. Купили двери в Леруа. Они нам обошлись. Каждая дверь. 5800 чем-то. Сейчас я вам все покажу. Отдельно нужно покупать было к ним замки. Но замки с ручками идут. Комплект около 600 рублей. И отдельно петли. То есть всего я отдала где-то вместе с пеной 30 тысяч. 30 тысяч без работы. Устанавливал нам их наш знакомый. Который делал нам шкафы на кухне. Потому что это очень дорого. Устанавливать дверь. А если почитала отзывы. Зашла на ВИТО. И в другие места. Это вообще дорого. За демонтаж коробки. Старые двери. Отдельная плата. За навешивание петель. Отдельная плата. За врезание замка. Отдельная плата. Это вообще бешеные деньги. Нам ставил их знакомый. По нормальной цене. Ребята умеют все. Если вы из Тулы, из Тульской области. Я контакты их оставлю. У них цены умеренные. Нормальные. И работу они выполняют качественно. Телеграм Наташа. Оставлю в описании под видео. Если вопросы по мебели. Они делают безумно крутые комоды. Безумно крутые. Как это называется. Господи. Вот сейчас они делали. Сейф хотел сказать. В общем. Все что по мебели касается. Все что касается по дереву. Каких-то работ. У них огромный ассортимент инструментов. Они все это умеют. Все это делают. В том числе устанавливают двери. Вырезать что-то. Возможно вам какие-то деревянные вывески нужны. Возможно вам нужны какие-то комодики. Там еще что-то. К ребятам прям можно обращаться смело. Так. И так. Давайте по дверям. Ну с кухней. Отойду подальше. И покажу вам дверь кухонную. Я специально вам говорила. Да. Что я не доделывала. Вот там до конца. Панель. Потому что будет установка двери. Вот мне еще предстоит. Вот это все вот заделывать. Панелями я буду заказывать. Мне не хватило еще упаковку. И все-все-все. Вот это вот все заделаю. Будет красота. Вот как выглядит дверь. Она называется по-моему как-то беленый дуб что ли. Она не белая. Она не серая. Не кремовая. Она вот что-то среднее. Между этими тремя оттенками. Были абсолютно такие же двери. Но вот здесь вместо вот этих полосочек были стекла. Я сначала хотела брать такие. Хорошо не взяла. Потому что они нафиг нужны. Стекла матовые и непрозрачные. Да. Вот такая вот дверь. То есть видите. Работы здесь было очень много. Миша нам устанавливал два дня. Потому что вот здесь видите. Нужно было отпиливать. Он здесь узкий. Смотрите какие у меня тут советские обои красивые. Красота. Супер. Вот тут я все еще доделаю. Все здесь будет красиво. Аккуратненько. Да. Вот такие вот двери. Собственно говоря. Что по ручкам. По ручкам вообще. Никогда не берите валюровав такие ручки. Две или три мы сломали сразу моментально. Дети. Открывали ее. Они вот здесь трескаются и ломаются. Одно сдали. Остальные может быть ребята сдадут. Не знаю. Установили пока. И купили другие в магазине. Другие в магазине. В нашем хозяйственном кругляши. Потому что если вот ее дернуть посильнее. Они вот в этом месте трескаются. Сразу моментально. Вот за один раз только установили и трескаются. Представляете. Вот. Поэтому вот так. Вот такие ручки в Леуране берите. 600 рублей стоит комплект. И вот такое вот. В общем. Вот такая вот дверь. Вот как у нас сочетается с серым. Они в разных оттенках были. Можно было взять темно-серый. Но так как я хотела все четыре двери в квартире одинаковые. То темно-серые. Они не подошли бы в детскую. Они не подошли бы в зал пока. Потому что зал пока мы не планируем делать. Хотя хотелось бы конечно посмотрим. Все по порядку. Все потихоньку. Все безумно дорого. Дорого стоит и мастера вызвать. Поэтому стараемся как-то своими силами все потихоньку делать. Так. Переезжаем. К сожалению. Показать вам при нормальном освещении. Потому что нет электричества. Не могу показать вам дверь в ванную. Хотя она вот она. Электричества нет. И вот в ванной уже стоит. С подсветкой снимаю. Да? Нормальная ручка. Вот такая. Но мы их купили две. Мы докупим потом две такие же абсолютно. И установим чтобы везде были одинаковые. Потому что они в наличии. В нашем магазине были две вот эти крутящиеся. Уже более-менее могу показать вам нормально. Да? Вот так выглядит. Вот там конечно вот хорошо бы это все заклеить. Так что зал будет не скоро. Я подумаю. Как это эстетически пока убрать все. Вот такая вот дверь. Одна. Вот уже эта с нормальной ручкой. Надо чтобы везде одинаковые были. Эта со старой еще ручкой. Две пока не сломались. Короче говоря. Тут у нас был идиотский порог. Там Крестюшка сейчас спит. В темную комнату. Пока там вот так. Когда будем делать в зале полы. Все конечно заделаем. Вот. В общем вот так смотрятся эти две двери. А вот это у нас 70-ка. Это 80-ка. Самая широкая дверь. В детскую. На кухню тоже 70-ка. А в ванну самая узкая 60-ка дверь была. Вот так вот это выглядит. В общем потом обои тут конечно будут не бежевыми. Они ни к салону, ни к городу. Тут я приблизительно представляю, что я хочу. Будем потихоньку все это дело воплощать. Дверь смотрится в детской изнутри. Тоже вот это вот с полами. Это потом через зал мы будем все решать. Вот так. Так вот здесь наверху у нас немножко оторвалось в процессе. Потом надо будет срезать пену. Но мы настолько устали, что уже просто нет силы. Это все доделаю. Это все как бы ерунда. С обоими там что-то придумаю. Обрежу пену. А в целом вот так вот. Очень гармонично она. По сравнению с кроватью видите кровать она беж. Она такой теплый беж. Теплый беж. А дверь видите это холодный такой цвет больше. То есть он почти белый. Но он не такой вот теплый беж. Видите? Хотя беленый дуб. Вот когда смотришь так кажется бежим. Когда сравниваешь с кроватью, то кажется холодным. Но на самом деле вот цветопередача правильно. Это холодный цвет двери. Да? В общем. Вот такая вот красота. Теперь. С дверьми уже совершенно другое дело. Комната смотрится красиво. И все смотрится здорово. Отсюда. Как она смотрится. Здесь у нас провод. Здесь идет почему-то шел провод. Он шел в темную. Потому что там нет собственного электричества. Он шел в темную. Он идет под плинтусом там дальше. Ворнограй. Такое слово нельзя говорить. В общем. Полнейшая хрень. И мы его задели. Пришлось его заделать. И он теперь под коробку не залезает. Тоже что-то буду думать. Смотреть что с ним сделать. Потому что когда он так торчит. Это не айс. Ну в общем и так. Девчонки. Вот такие двери. Показываю вам полностью. Как выглядит кухня на данный момент. Вот мы заходим. У нас тут стоит стол. Холодильник. Салатник новый Фаберликовский наверху. Всякая лабудень на столе. Так. Здесь у нас пылесос живет. Я вам показывала что уже покрасил. Тут все беленький. Здесь у нас раковина. Раковина. У нас над ней вот два шкафчика. Под раковиной я организовала систему хранения. Сейчас познакомлю вас с ней. Купила ящики фикси. Купила ящики фикси. В одном картошка. В другом там свекла. Лук. И морковка. Мусорное ведро. Питьевая вода. Всякие чистящие и моющие там. Пакеты. И корм для кота. В общем так организовала себе здесь. Все спрятала. Все не на виду. Овощи мыты сюда складываю. Очень удобно. Достала и готовишь. Ящики удобные. Они один на один ставятся. Дальше у нас плита. Дальше у нас вот этот шкаф. Мы кстати. Так. Сейчас обзор вам отсюда сделаю. Как это все выглядит. Стольчик для кормления. Планирую продавать. Хотя он практически новый. Не пользованный. Но мы сидим. Скорее кушаем за столом. Поэтому я в нем смысла не вижу. Это опять визуальный шум. Скажем так. Там у меня овощи пока. Помидоры еще буду вялить наверное. Картошка в другом ящике пока стоят. Надо израсходовать. В холодильник не влезает. Вот. Там у нас шкаф. Колоночка. Там у меня все тоже организовано. Но еще не совсем. Еще мне надо несколько контейнеров купить. Чтобы навести прям красоту. Я купила часы в Лерва Мерлен. Когда мы ездили за дверьми. Я купила вот такие прозрачные крючки. И купила вот такие часы. Которые мне показалось очень хорошо. Мне подходит в интерьер. Но для них надо свернуть стену. По панелям. И мы это сделаем. Я знаю как сделать. Чтобы их не особенно не повредить. Вот такие вот красивые. Я их повешу вот сюда. Между этими ящиками. И будет очень-очень красиво. Часы над плитой кто-то скажет. Кстати у меня здесь расстояние от стены до плиты приличное. Поэтому я уже несколько раз готовила в духовке. И панели мои все целы не отходят. То есть вот такое расстояние. Сейчас скажу что еще хочу сделать. В общем часы в проекте. Подоконничек у нас там. Вот так все. Радиатор я не знаю. Я его хочу замазать. Мне предстоит вот тут вот возле радиатора. Вот там вверху. И вот здесь вверху доделывается. Да? Панелями. Вот здесь я уже кстати сделала. Вот этот картик такой. Ну было бы лучше если было бы цельно. Но уже как сделала так сделала. Если у меня будет желание я переделаю. Но пока у меня его нет. Потому что я эти шунки замудохлась. Вот здесь у меня шкафчик. Тут такая тоже система хранения. У меня там все специи стоят. Специи, масло и различные соли. Вот фаберликовские. Все у меня тут стоит. Удобно чтобы было под рукой. Вот эти ящики вообще захламлять не буду. Там пока корм кота поставила. Потом уберу. Там тоже что-то декоративное будет. Ничего не хочу захламлять никакого визуального шума. Что-то красивое. Вот. Все. Приборы у меня здесь стоят. Колонка, шторки. Там хлебница. Это ящички. Я их под специи планирую. В общем радиатор еще не знаю что с ним делать. Для него нужна отдельная краска. Краска для радиатора. Вот. Ну и как бы вот все. Стол. Стол. Все что нужно. Стыльчики. Стыльчики тоже потом конечно надо все это заменить. Они у нас разные. Одинаковые. Ха третий нет. Что случилось сладкий? Что такое мой малыш? В общем вот так на данный момент пока выглядит моя кухня. Все что я буду делать я вам обязательно буду показывать. Я планирую сделать. Мне все время его хочется назвать молдинг. Но не молдинг, а рейлинг. Да малыш, да мой сладкий. Мы сделаем рейлинг. Вот здесь. Вот здесь. Рейлинг вот здесь. Я смотрела тоже в Леруа, но мне не нравится. Возможно и длинный пущу вот так прям. Мне кажется тоже будет классно смотреться. Хочу черный. Хотя к чему он у меня здесь черный? Нет, есть к чему. Черный акцентный. Но я не хочу его приделывать к стене. Я хочу его приделывать к шкафам. Те, что были в Леруа, мне не понравились. То есть вот сюда присверлить допустим. И вот сюда присверлить. Можно в третьем месте еще где-то вот здесь. Кто не знает, что такое рейлинг? Я тоже не знала. В интернете посмотрела. Сейчас так делают все. Это такая палка. На которой вешаются крючки. Туда можно повесить разделочную доску. Вот под часами. Допустим вот здесь часы будут у меня. Под часами тоже акцентно красиво. Такого же мятного оттенка. Здорово. Вешаются в цвет рейлинга. То есть если хром, то хромированный полк. Если белый, то белый или хром. Или черный. То есть вешаются такие как решеточки. Они тоже с крючками. Туда можно и моющие средства кто-то ставит. Кто-то ставит туда специи, масло и так далее. В общем, я его хочу. Это тоже удобная и стильная система. Такое хранение. В Леруа мне ни один не понравился. Поэтому, скорее всего, буду заказывать на зоне. На этом мы с вами заканчиваем обзор кухни. Все вам показала. Обязательно буду вас держать в курсе. Что буду делать, подделывать, переделывать. Все, конечно, буду вам рассказывать. А пока. А пока всем пока. Продолжение следует.